Здравствуйте! С вами Татьяна Шахбандер, психолог, арт-терапевт и коуч здоровья. И сегодня я хочу поговорить о том, как важно реализовывать свои таланты и верить в себя. Есть исторический факт, что Гитлер был очень талантливым художником. И если вы еще не видели его работы, я советую вам погуглить и увидеть его картины. Они действительно стоят внимания. И также я знаю, что он поступал во Львовскую Академию Искусств, и его туда не взяли. И вот такая интересная мысль приходит. А что бы было, если бы все-таки его взяли в Академию Искусств, и он реализовал себя как художник? И я, конечно, отдаю себе отчет в том, что все, что происходило в те времена, это дело не одних рук Гитлера, это дело рук целой системы, конгломерата людей. Но тем не менее, все-таки очень важно понять тот факт, что каждое наше событие может быть поворотным событием не только нашей жизни, но в принципе целой истории, целых народов. И если бы у Гитлера было достаточно веры в себя, и даже несмотря на тот факт, что его не взяли в Академию Искусств, он все равно поверил в себя, он все равно продолжал реализовывать свой талант и как-то стал известным в этой плоскости, и, возможно, у него бы не было такого комплекса неполноценности, которому пришлось бы компенсировать на мировом масштабе. Я вам тут параллельно еще немножко покажу, очень восхищаясь тем как-то, он такие красивые цветочки, и желтые, и красные. Так что очень важно реализовывать свой талант, а не всегда приходит признание сразу, поэтому очень важно все-таки верить в себя. А как верить в себя, если вам это нравится делать, если вы получаете от этого удовольствия, то нужно, несмотря ни на что, продолжать этим заниматься, продолжать удержать этому время, и если это находится в плоскости интереса в том, что это может быть полезно людям и интересно, то оно обязательно рано или поздно принесет какие-то плоды и успехи. А вот это плоды, кстати, папайя, вот такое небольшое деревце, они есть и большие там в конце улицы, вот это небольшое деревцо, вот такие плоды. Вот дерево не думает, оно лучше кого-то или хуже, оно просто растет и плодоносит, исполняет свое предназначение. Вот и нам, людям, все-таки стоит меньше бродить в голове разными сомнениями, а больше думать о том, что нам хочется, о том, что нам нравится делать, и делать это, делать, делать, реализовывать себя. Вот, и нужно помнить, что все наши мысли о нас, они не есть наши, они были когда-то нам навязаны кем-то, значимыми взрослыми, родителями, учителями, и кто-то когда-то может нам в нехорошем настроении ляпнуть чего-то, а мы можем это принять на веру, и потом очень сложно будет выйти из этих рамок. Хочу вам еще кое-что показать. Такое растение очень интересное, я его называю капуста. Оно вот так вот растет, и его подвешивает на цепях к дереву. Вот, я уверена, что вам тоже было интересно его увидеть. Для меня очень интересные такие экзотические растения. В Украине они не растут, и всем, кому любопытно, я вам показываю. Вот, значит, нужно понимать, что все наше мнение о себе, оно сформировано на оценках окружающих нас, значимых людей с детства. Вот, и вот когда мы вырастаем, если мы недовольны своей жизнью, нужно в первую очередь сделать пересмотр своих верований, во что я верю по отношению к себе, во что я верю по отношению к миру. И если я отслеживаю мысли, что я какая-то неправильная, что я какая-то странная, или недостаточно умная, или еще какая-то там недостаточно, вот, нужно просто сказать себе, это не моя мысль, это кто-то мне сказал. И каждый раз, когда эта мысль будет всплывать, нужно сказать себе, говорю, благодарю и до свидания. И нужно создать свой новый набор качеств. Вот, и много есть упражнений, в которых рекомендуют взять и написать свои сильные качества. И обычно людям с низкой самооценкой очень сложно это сделать, потому что они их не знают. А я предлагаю такое упражнение. Вот возьмите чистый лист бумаги, а лучше два, возьмите два листа бумаги. И на одном листе напишите, «Ты хороший», «Ты красивый», «Ты белый», «Ты весь в потенциал». То есть напишите какие-то приятные слова, комплимент вот этому чистому листу. А на втором напишите, «Ты какой-то противный, квадратный, неинтересный, скучный». Вот, а потом посмотрите на каждый из листков и послушайте свои ощущения. Что вам скажет первый лист, на котором вы написали какие-то позитивные слова, о том, что он полный потенциала, о том, что он такой красивый, белый, чистый. И что вы почувствуете, когда вы видите второй лист, на котором было написано, что он скучный, неинтересный, какой-то обычный. Я уверена, что вы почувствуете, смотря на эти листы, большую разницу. И вот я хочу вам сказать, что и мы есть те листы, на которых кто-то когда-то понаписывал, что-то хорошее, что-то не очень. И вот пришло время нам самим стать художниками наших листов и самим написать на этих листах то, что мы хотим, чтобы было там написано. И это уже не самообман, это уже не какое-то самовнушение и самое обаятельное и привлекательное. Это сознательное формирование, программирование себя теми качествами, которыми мы хотим обладать. И я рекомендую также завести блокнотик, в котором каждый день писать, за что вы себя любите, за что вы себя хвалите. И чем выше будет ваша самооценка, тем легче вам будет смелее реализовывать свои потенциалы, свои таланты, и вы будете себя чувствовать окей. А когда мы себя действительно и по-настоящему чувствуем окей, тогда мы весь мир считаем окей. Это, кстати, я говорю с той модели, когда говорят «я окей», другие не окей, другие не окей, другие окей, я не окей. Вот ещё одна, кстати, капуста. И самая идеальная модель — это когда я окей и мир окей. И это возможно только тогда, когда я уверен в себе, когда я верю в себя, верю в свои таланты, развиваю их, и тогда я счастлив, и мир меня радует. И совершенно из другой оперы, возможно, но хочу добавить, что ещё высыпайтесь. Достаточно спать очень важно, потому что все рекомендации, которые бы я ни говорила, не будут никогда работать, если вы не будете достаточно спать. Потому что нервная система не будет восстанавливаться, и тогда вас уже ничего не будет радовать, ни ваша реализация, ни ваши хвалебные оды самому себе. Поэтому сон — это второй лучший доктор, второй — это первый, это лучший доктор. И давайте себя любить, ходить, лелеять, хвалить и реализовывать свои потенциалы. Тогда мы будем уверены в себе, будем любить мир, и будет мир во всём мире. Благодарю вас большое за внимание. С вами была Татьяна Шахбандер. Я буду рада видеть вас на моих скайп-консультациях. Я вам помогу разобраться с вашей самооценкой, поднять её, почувствовать себя достойными всех тех благ, которым мы и так достойны права рождения. И буду рада быть вашим проводником в счастливую и успешную жизнь. До новых встреч!